Со мной, конечно, можно спорить, но есть факты и статистика. Отсюда, с Крайнего Севера, ежегодно уезжает очень много людей. Кто-то сразу после школы оставляет родителей здесь, кто-то чуть попозже, ну а кто-то на заслуженный отдых на пенсию, в крае потеплее и с соленым воздухом. А когда-то тут, я говорю про город Нюрба, было все немного иначе. Здравствуйте, дорогие друзья. Прежде чем рассказать или перейти к основной истории, я бы хотел вам рассказать маленькую предысторию. Город Нюрба, в котором я родился, вырос и рос, был в советское время притяжением, центром притяжения всех геологов. Здесь стояло огромное, самое большое в республике авиационное крыло вертолетное. Были многочисленные партии, исследовательские, которые занимались и сейсмологией, и геологией. Очень много всего здесь был свой и речпорт, аэропорт. Ну, вы понимаете, что это все дело как бы уже сейчас у нас загнулось, но все равно, по-моему, 3 или 4 рейса у нас вылетает. Один самолет летает до Якутска. Но не об этом. Итак, я сейчас стою на месте бывшей конторы Амакинки, то есть геологической партии такой, Амакинской экспедиции. Она, к сожалению, сгорела и перешла в другое место. Сейчас я вам покажу. Здание Амакинской экспедиции превратилось вот в такое футуристичное красивое здание. Но, к сожалению, так как геологи уже все разведали, и разведывать уже больше было нечего, Амакинская экспедиция растворилась. Но, конечно, в их душе нюрба по-прежнему останется чем-то светлым и теплым. Тут прошли лучшие годы, молодость, приятные моменты на рыбалках, охотах, заготовках ягод, грибов. И так как тут климат суровый, все всегда останется тут по-прежнему, нерасторопно и уютно. В бытность геологоразведки тут на реке, в небе и по земле ходило много техники. Изобретали геологи зачастую очень далеко. Я вам скажу маленькими, мы слышали практически каждый день много невероятных историй. Про лосей, гигантских медведей, мужики на вертолетах привозили огромных таймений, осетров, нельмы килограмм по сорок были нормой в те времена. Также прямо с вертолетной площадки забирали на грузовиках гигантских волков, от носа до хвоста метров четыре, прямо во весь кузов. И, кстати, было и такое, что эти гигантские волки оживали прямо в вертолете, настолько они были хитрые, выгоняя экипаж с салона прямо на лету. Среди всех этих подкрепленных невероятными трофеями историй, которые оспорить-то и не было возможности, потому что трофей был там шкура огромная или невероятно огромная рыба была в руках, никак не поспорить. Были и истории, о которых принято было рассказывать только в узких кругах. Сегодня я расскажу вам парочку вот таких историй, а вы уже будете думать сами, верите в них или не верите. Друзья, здравствуйте, рад вас приветствовать на своем канале. Так, я уже здоровался, давайте перейдем к самой сути, к самой этой истории. Можно сказать даже легенде. Первую историю про Чучуну мне рассказал Анатолий Цоу. Итак, слушаем. Был год где-то 94-95. Жил тогда в селе Киров Нюрбинского Ууса на реке Марха. Занимался рыбалкой. Сдавал тогда на звероферму рыбу в село Мар. С деньгами был напряг. Тогда платили мясом, жеребятиной, маслом и так далее. Перед ледоходом уже забереги хорошие были возле Кирова. И что-то не ловилась рыбка возле деревни. Решил прогуляться до Заячьих островов. Это в 12 километрах от самого Кирова. Взял ружье. Думаю, может утка подсядет. Ну и удочку и так далее. Выбрался на середину реки через забереги и пошел. Собаку тоже не взял. Ночи уже светлые были. Светло было почти как днем. Так что никто близко даже и не подойдет. Да и медведю еще вставать рановато было. Пошел не спеша к островам между первым островом и тем берегом. Нашел размытые полыньи. Что самое страшное. Течение там было бешеное. Ну и начал пробовать ловить. И так поперла рыба. И все. Крупняк, сеги, сороги, ельцы, окуня. Пара ленков даже попались. Ну и таймешонок. Короче, ловлю, швыряю рыбу в сторону от полыньи. Так как в принципе везде вода. Красотища, блин. С собой еще взял половину бинокля. Ну, вторую потерял где-то в тайге раньше. В общем, сказка. Только вода журчит. Где-то через час или два слышу треск с той стороны. Как-то даже особо не среагировал. У меня же ствол. Кого бояться-то? Тот берег от меня метров в пятидесяти, сорока где-то там. Потом вторичный треск. Я машинально поднял голову. Посмотрел на звук. Светло как днем. Смотрю. Возле листвяшки. Почти на самом верху. Стоит. Привожу мозги в порядок. Думаю, медведь что ли. Потом начинаю понимать, какой нахрен медведь. Я встречался с мешаниями. Тот встает на задние лапы только в экстренных случаях. А этот стоит и не думает на четыре лапы падать. Не так далеко. Вспомнил про бинокль. Он там рядом лежал. Смотрю. Ляха, кошмар нафиг. Здоровенное чудовище. Ростом, ну скажу, где-то за два с половиной метра. И весь в шерсти. Над брови густые. Глаза почти не видно. Руки или лапы длиннющие. В бинокль все видать вот прям как наяву. А я это сказать, чтобы не испугался. Но ружье первым делом схватил и проверил, все ли в порядке. По-быстрому скидал все, что успел, в сумку. И бегом по тропе, что вот сюда протоптал по той же тропе. Ухожу. Приглядываю только постоянно. Как только я сдвинулся, это чудовище наоборот придвинулось к краю берега. А там метров в десять за берег. Течение бешеное. И глубина. Я шаг сделал, а он этот заберег преодолел как-то. Я вот даже не знаю как. Короче говоря, отошел я на метров восемьдесят, может на сто. Снова в бинокль гляжу. А там прям полный ужас. Этот вот, я скажу как, здоровенный человек. Примерно только неимоверного роста. Уже на бывшем моем месте. Хавает мою рыбу. Проглатывает прям с чешуей. И с такой силой их кусает. Аж животы лопаются. И икра брыжет. Короче, на меня что-то нашло. Типа обиды, мол, так далеко пришел. Да, поклевка такая прервана была хорошая. Короче, я в его сторону сдуплил с ружья. Ну, поверху, конечно. Перезарядил. И снова смотрю. Ноль внимания. Поглощен рыбой. Таймень, небось, очень вкусный был, зараза. Трапезничает. Уже в полусогнутом виде. Ну, точно как человек. Я еще пару раз выстрелил и на скорости рванул в поселок. Сразу скажу. Никакой паники я не испытал. А просто, когда пришел к поселку, понял, что, в принципе, эти 12 километров я прошел все задом. В сравнении с обычным человеком, этот гигант, медведь, покажется просто щенком. Что странно, через год или два я именно в этом месте попал в затор на резиновой лодке. Думал, капец. Но волею Божией или провидением сумел вылезти и спастись. Еще именно недалеко от этого же места случилось со мной еще два приключения. Опять риск, касаемый жизни. И опять везение. Вот такая история. Хотите верьте, хотите нет. Теперь история Галины Владимировной Кузьминой. Из города Симферополь. В то время она работала санавиацией. В 90-х годах я работала фельдшером на вертолетах в санитарной авиации. Наша контора находилась в городе Нюрбе. И нас часто вызывали то оленеводы, то охотники, то геофизики. Да и многие другие, кто нуждался в медицинской помощи. Расстояния там большие. Бывало, часами летишь к больному или пострадавшему. А за окном, за иллюминатором одна тайга, бескрайняя. Как-то зимой поступил срочный вызов из имакинской экспедиции, которая искала алмазы. Там человека очень сильно помял медведь. Еще на взлете наш врач Тихонов сказал. Зима, медведи спят. Наверное, шатун. И вот мы летим на старый Кутугун. За бортом минус 40 градусов. Под нами, за иллюминатором, проплывает тайга. С ее застывшими реками, сопками. А через два часа приземлились на оборудованной площадке базового лагеря геофизиков. Подождав тогда, пока лопасти встанут, мы вылезли из вертолета. Нас встретили и проводили в одной из палаток. На нарах в палатке лежал и тяжело дышал человек лет 40. Бледный, глаза закрыты. Нам рассказали, что он пошел проверять капканы и, видимо, наткнулся на медведя, который не изолег в зимнюю спячку. Хорошо, что следом шел еще один человек. Он услышал два выстрела, прибежал и увидел потрепанного, потерявшего сознание геолога. Там бы он и замерз, но товарищ дотащил его до лагеря. Осмотрев раненого, мы пришли к выводу, что его надо срочно госпитализировать в Иркутск, так как у него сломаны ребра, рука и серьезное сотрясение головного мозга. Ссадин, правда, было немного, что для пострадавшего от медведя нетипично. И тут геофизик, который доставил товарища в лагерь, сказал, «Это не медведь его потрепал. Я следы видел. У медведя не такие. Это точно снежный человек». Следы вот такого размера он развел ладони сантиметров на 50. Крови там много было на снегу. Видно, Серега в него попал. Ушел он в сторону сопки. Якута-линиевод говорил, что он как-то видел его возле стада. Такой большой, волосатый, похож на орангутанга, но больше в два раза. Мы переглянулись. Потом сделали раненому инъекции, наложили шину на руку, и ребята на носилках понесли его в вертушку. Он не приходил в сознание. Чучуной в мифах эвенов и якутов называют местный аналог снежного человека. По рассказам жителей, это дикий человек, обитающий в гористых непроходимых местах. Отличается высоким ростом и крепким телосложением. Физической силой, обильным волосяным покровом. Одет в звериные шкуры, имеет оружие, нож или лук со стрелами. Общество людей избегает. Завидев человека, скрывается. По преданиям, воровал у людей оленей, еду и женщин. Вертолет поднялся в воздух на высоту метров 30 и взял направление на сопку, возвышающуюся неподалеку от лагеря. И тут мы все увидели в иллюминатор стоящее среди деревьев волосатое человекоподобное существо очень высокого роста, около трех метров. Она стояла, подняв свои окровавленные руки, как бы призывая нас. Мой коллега метнулся к пилоту, но тот наотрез отказался садиться, сказав, что там места для посадки нет. Да и зачем вам это чудище? Оно нас всех тут порвет. Так мы и оставили снежного человека, видимо, умирающего от огнестрельных ран на этой сопке. Прошло много лет, я до сих пор корю себя, да и всех остальных, что не оказали помощь этому существу. Ведь, по-видимому, она нас об этом просила. Вот такие, дорогие мои друзья, истории про Чучуну в городе Нюрба. Спасибо огромное за просмотр. Будьте здоровы, никогда не болейте. А сейчас песня Леонида Анатольевича Бутырина. Летят наши годы, как быстрые птицы, Все чаще ушедших звучат имена. И время листает жизни страниц, А памятью в былые зовет времена. Зовет в край снегов холодов, а не погоды, Где тундры, соки, распадки, ручьи, Туда, где прошли наши лучшие годы, Где сердце осталось с частичкой души. На берег Алладана, видимой Лены, Зовет и к Вилюю родной нам реки. Туда, где с морожкой, брусникой поляны, Где синь голубика, маслята, грибы, Любовь к Якутии всегда будет с нами. Нам этой любовью по жизни болеть, Поднимем бокалы, друзья, северяне, За все то, что было, за все то, что есть. За север, за юность, за молодость нашу, За то, что там лучшие годы прошли, Что север прекрасным наполнил нам душу, За то, что там счастье с любовью нашли. За белые ночи, за девичьи очи, За наши дороги, морозы, пургу, За грусть расставанье, за радость и встречи, За наш чернышевский и ленский нерву, За тех, кого нет в этом мире уж с нами, Им светлая память и пухом земля. Здоровья и счастья, кто здравствует ныне, И пусть Бог хранит вас всех долго, друзья, И всем ли по сердцу новый свой берег, Куда нас волоною прибила судьба. Но где б мы ни жили, ценится нам север, Где лучшие наши остались года. И пусть мы по свету разъехались с вами, Якутия с север, как им не болеть, Поднимем бокалы, друзья, северяне, За все то, что было, за все то, что есть. Поднимем бокалы, друзья, северяне, За все то, что было, за все то, что есть.